Как ты во все это вообще ввязался, да? Зачастую самый сильный мастер тот, который владелец. Как он имеет право стричь за 30 минут и там барберы старой школы просто накинулись, расклевали, знаешь, как чайки. Я уже договорился и слезть, соскочить со своих договоренностей не могу. Много схем, как удержать клиента. Пришел с зарплаты 36 тысяч с другого шопа. У нас он зарабатывал, ну, 8-100. Я ухожу, хочу себя попробовать, попробовать работать на себя. Чего? Братан, тут вот... Я это сравниваю с тренажером. Сто пудало. Да. Друзья, всем привет. Мы с вами находимся на канале Siberian Barber Family. И сегодня уже шестой выпуск нашего подкаста. Он будет немножко отличаться. Вот, по нескольким причинам. Во-первых, Егор доверил мне свое кресло. И с вами сегодня я, Василий Захарюта, основатель сети барбершопов «Тайга». Мне аж прям как про себя вот так вот. Прикинь, давай. Сети барбершопов «Тайга», «Сибирская школа барберов» и барбершопа «Точность». У меня сегодня в гостях необычный парень, который не местный, да, прибыл из Хабаровска. И чем он необычен, особенно по отношению к предыдущим выпускам, я еще раскрою. И в ходе подкаста вы все это поймете. Но и третья причина – это то, что мы, наконец, определились с названием всей вот этой вакханалии, которая здесь происходит. Теперь мы покороче говорят. Покороче говорят. Покороче говорят. Не короче говорят, а покороче. Вот такая вот игра слов. А какие вы. Да, нас можно поздравлять с этим. Покороче говорят – название нашего подкаста. Подкаст, который связан с яркими представителями бьюти и барбериндустрии. Окей? Старты? Ну, сегодня, я думаю, мы будем подлиннее, говорят. Подкаст, думаю, будет большое по времени. Слушай, покороче говорят. Знаешь, есть такая книга «Пиши, сокращай». Я когда показал эту книгу своей девушке, она, короче, вот такая вот толстенная, она говорит – это точно «Пиши, сокращай». Я читал эту книгу, да. Это клевая книга, да. Она говорит – слушай, может быть, автору и прочитать ее для начала. Чтобы немножечко ее сузить. У меня в гостях сегодня Андрей Караванов. И Андрюх, привет. 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 Привет, привет. Основатель сети барбершопов «Добро», сети эконом-формата «Метро». И вообще такой… И бывший усач. Бывший усач, кстати, да. Бывший усач. Я тут недавно наткнулся на твой YouTube-канал. Он называется… Блок Усатого. Блок Усатого, да. И у тебя были шикарные усы, на самом деле. Чуть ли не помню, не с 15-го года. Ну, чуть позже, но да. Как ты решился на то, чтобы их сбрить? Слушай, это было большое решение. Я раньше вел свадьбы. И это был такой бренд. Это он подразумевался для ведения свадеб, не для барбершопов. И когда я закончил с ведением свадеб, я его сбрил. Барбершоп, оно просто подходило. Вот этот образ, он был шикарный, кайфовый. Но жена сказала, я хочу с тобой нормально целоваться, поэтому давай к чертовой матери. Она терпела, да? Она 4 года или там сколько, 5 лет терпела мои усы. В общем, я решил их сбрить. Периодически возникает такая, знаешь, ностальгия. О, прикольно. Я некоторые свои старые фотки смотрю. Что-то, знаешь, айфон выдает такие-то, вот, посмотри. И я думаю, нифига какой прикольный образ. Там такие какие-то длинные волосы, усы. Я прям красивым был. Ну, то есть вообще другой человек. Не скажу, что я сейчас некрасивый, но я на некоторых фотках себе нравлюсь. Ну, и на некоторые я смотрю фотографии и видео, я прям урод. Вот, конкретный. И поэтому нет у меня больше усов. Все. Только... Слушай, я тебе скажу, что это был довольно запоминающийся образ. Но я тебя помню еще с... Вот я путаюсь, да, там, 15 или 16 год, на самом деле. Вот я уже в то время следил за тобой. Это вот первое мое знакомство с тобой. Оно такое заочное. Я думаю, что меня ты вряд ли мог слышать в то время. Мы только начинали. А история вообще с чем связана? С тем, что я чуть было не приобрел франшизу Big Bro. Это был 15-й год. Да, друзья, сейчас была бы не тайга, а Big Bro. А может быть и добро. Да, как мы с тобой сегодня это обсуждали. И в тот момент твой кейс, он гремел. Ну, то есть на всю сеть. Тебя приводили в пример, о тебе говорили. Ты был, ну, буквально у них такой первый, скажем, человек, который пробивает дорогу. Вот. Я помню то, что ты использовал различные такие нетипичные приемы, особенно для этой индустрии, которая на тот момент еще только-только набирала обороты. Вот. Мне хочется понять, что из себя предыдущего ты привнес в эту сферу, что дало тебе вот такой буст и такой результат? Слушай, мне кажется, всего себя я привнес в жертву барбершопом и маркетингу того времени. То есть мы тогда открывались. В 2016 году мы открылись в Хабаровске, мы купили франшизу Биг Бро, и я реально переживал. Мы были третьим барбершопом в городе, то есть два уже года 20 как функционировали. Я реально переживал, что, а не много ли барбершопов на наш шестисоттысячный Хабаровск? Я типа третьим. Люди не будут ходить. Треть – это слишком много, мы закроемся. Это был реальный страх. Сколько сейчас в Хабаровске? Сейчас под 70. Ну, то есть нас на 600 тысяч населения, под 70 барбершопов. Я не скажу, что это прям too much. Не скажу, что это мало. Я знаю города, где меньше барбершопов. Но в целом, ну, сколько? Один барбершоп на сколько получается тысяч жителей? На 10 тысяч. Да? Я так понимаю, что вы не закрылись. Нет, у нас шесть барбершопов в нашей мини-сети. Ну, то есть два добро, четыре метро и планы открываться, открываться, открываться. Короче, тогда вот весь вот креатив, который ты говоришь, он исходил из необходимости, чтобы не закрыться. То есть мы открылись, и через месяц я такой, надо, чтобы все нас ассоциировали. Вот правильно, давай проведем чемпионат борота усов. Никто тогда этого не делал, мы просто договорились с ТЦшкой, я там закинул денег еще, и мы так, ну, пару раз, ну, сколько, три чемпионата мы провели. И вот постоянно мы что-то такое делали, там, чемпионат по поеданию бурятских пост среди бородачей. Да, ну, какой фигни мы только не делали. Это было просто необходимость того, чтобы у людей была четкая ассоциация. Борода равно, там, тогда бигбро. Бигбро равно, там, клевое оформление бород. Ты это привнес из своей свадебной, да, индустрии, из того, как ты был ведущим, да, и, насколько я понимаю, что ты работал еще на радио. То есть это такая некая индустрия развлечений, которую ты взял с собой, и оно здесь начало распаковываться, и вот как раз-таки дало вот этот результат. Ну, это просто вот клубок такого креатива, который был накоплен за долгое время, и просто вот так вот, знаешь, сублимированно вылился в то, что надо было, что-то делать. Ну, и вот. И мы просто делали, 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 делали. По наитию вообще без каких-либо знаний. Да, я помню, вот как раз мы тогда общались с ребятами из Бигбро, и дело доходило уже, на самом деле, до подписания. Вот прям у меня уже счет лежал, да, там, на почте. И твой кейс как раз-таки, вот, он всегда ставился в пример. Ну, типа, вот смотрите, какие цифры в Хабаровске. Вот смотрите, что делается в Хабаровске. Короче, Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск. Я просто захожу, смотрю, что это за усатый парень, а ты везде, вот, и ты на первом плане. Ты сознательно делал это все через свою историю, через то, что есть некое лицо, да, стоит за этим брендом. Не просто, что это некий барбершоп, да, это что барбершоп Андрея. Вот, ты так это выстраивал через личный бренд? Тогда я по-другому не умел. Это сейчас я уже тут как-то понял, что это бизнес, и надо просто в бизнес вещах развиваться, потому что запал первоначально, он кончился. И это было, ну, просто потому, что я не знал, как по-другому. Я как-то делал, и как-то оно получалось. Поэтому я сейчас могу тебе красивую историю рассказать, да? Это был замечательный план. Ну, вы же, у нас же честный рассказ. Поэтому, ну, вот так вот получилось. Отличный ответ. Ну, давай по-честному. Мы договорились, что будем честным. Ты двигался по наитию? Все было просто прям по наитию, по-другому нельзя сказать. Ну, мне казалось, что так правильно. С точки зрения результата все правильно. С точки зрения денег это не всегда, и в личного времени это было не всегда правильно. То есть у меня была работа в ведении свадеб, у меня был барбершоп, и жена меня не видела. То есть я не знаю, как мы там, ну, не то чтобы не развелись, ну, то есть она понимающая, там, да, муж зарабатывает деньги, но там 24 на 7 я был или в парикмахерской, или на свадьбах. И других вообще никаких вариантов не было. Тогда дочка еще родилась. Ну, было очень, очень тяжело. Сейчас как бы кайфово, да, я реально работаю каждый день, но это там работа от 2-3 до 5-8 часов максимум. То есть это не так, как раньше. Тогда это было просто надо работать, все делать. Вот пришла идея, пошли реализовывать. Пришла идея, реализовываем. Сразу, берись и делай, берись и делай. Как ты считаешь, таким образом только достигается результат? Ну, то есть максимальным, тотальным, да, скажем так, вовлечением, когда ты отдаешь всего себя? Наверное, когда нет знаний, да. Ну, то есть количество рано или поздно перерастает в качество. То есть ты там просто делаешь, и количество потраченных усилий приводит к тебе результат. То есть сейчас, понятное дело, что есть какая-то точность, что ты понимаешь, какое-то одно действие приведет тебя к правильному результату. Ну, вот у вас как? То есть ты что же сейчас, наверное, стал точнее в своих действиях, нежели это было сколько-то лет назад? 100%. Слушай, если отмотать на 8 лет назад, ну, вот взять меня из сегодняшней конфигурации, я не готов так много пахать, как это делал тогда. Хотя есть ощущение, что вроде бы и работы меньше не стало, и ты работаешь так же много, да. Но я полагаю, что все-таки действия, да, они стали действительно точнее. Да. У меня такой сразу зреет вопрос, вот ты сказал про знания, да, что знаний тебе становится больше. Это же, по сути, знания и опыт, да, собранный, это сила любой франшизы. Да. Ты начал с франшизы. Да. И учитывая, что ты там был одним из первых, да, вот этих вот ярких кейсов, я так понимаю, что именно наработки вот этой базы знаний ты как раз-таки, ну, максимально ты и создавал. Есть ли такое ощущение? И была ли на тот момент вот эта вот база знаний, или протаренная дорога, да, по которой можно было двигаться, или все-таки ты действительно шел как чувствовал сердцем, а потом благодаря твоему вот этому вовлечению формировалось, да, большинство вот этой базы знаний той франшизы. Франшиза, надо отдать должное в Биг Бро, была очень классная, очень полная база знаний, со всеми инструкциями, кейсами, понятным алгоритмом, что надо делать. Ну, и свою часть я там не забираю, то есть мы там рушили стеклянные потолки только так. То есть мы первые в сети сделали миллион, то есть тогда это было, там, в 2017 год, парикмахерская на четыре кресла при стрижке тысячу рублей сделала миллион рублей, там оказалось, типа, космос просто какой-то. Мы первые на те же четыре кресла, но уже со стрижками тысяча двести сделали полторашку. То есть это типа, ну, ребята, вы вообще, конечно. Ну, то есть это было очень хорошее, ну, знаешь, ставили планку, за которую остальные гнались. И мне кажется, вот тогда я чуть-чуть подвыгорел. То есть я почувствовался королем мира, что уааа, у нас сейчас все получится. И открытие филиала второго, оно получилось не таким сочным, красочным, ярким. И там начались все проблемы бизнеса. Но с точки зрения, я не отбираю у Бигбро никакой, ну, как бы их, скажем, статус. Они очень круто подходили к вопросу базы знаний. Ну, и наш вклад там тоже был. Если вот сейчас брать твою сегодняшнюю конфигурацию, какие максимально точные действия ты бы сделал для того, чтобы пробить уже планку вот в сегодняшнем моменте в эти полтора миллиона? Что бы ты делал? Типа, если бы я открывал барбершоп с нуля, что бы я делал? Типа того. Прикольный вопрос. Слушай. Ну, просто вот берем твои, да, 8 лет опыта и запаковываем такой в некий коротенький пошаговый алгоритм. Все-таки нас же будут смотреть на ютубчике. Я надеюсь, что просмотр будет до жопы. Да, 100 кудов. Мне бы хотелось этого. 100 кудов будет миллион просмотров. И я бы вот в восьмилетней давности, я бы 100% смотрел этот подкаст, 100%. И я бы просто жадно впитывал. Так, ну-ка, иди сюда. Да. Что там нужно сделать для того, чтобы пробить... Давай так заголовок барбершопа. Что надо сделать, чтобы барбершоп вышел там в полторашку? Да. Давай сначала я отвечу, а потом ты ответишь. Окей. Ну, у нас же подкаст, а не интервью. Ну, первое. Я бы очень долго, ну, может быть, не долго, очень быстро, может быть, это случилось, выделил бы время на локацию, чтобы она была удобная с парковкой и трафиком. То есть, по-любому нужен трафик. Вот в нынешней ситуации, то есть, когда много барбершопов, как тебе там за полгорода, ну, не поедут, потому что ты просто барбершоп, как вот у нас было. По-любому нужен какой-то трафик, трафиковая история. Второй момент. По-любому я бы искал сильных мастеров и вовлекал бы их идей. Ну, то есть, я понимаю, как вовлекать мастеров, и вовлечение любого мастера из другого шопа, из просто парикмахерской в целом строится на том, насколько ты сам веришь в свою идею. Если ты веришь, твое намерение остальное притягивает. Я бы сделал очень много исходящих действий для того, чтобы набрать нескольких сильных мастеров на старте. То есть, не обязательно платя им ключевой вопрос процент. То есть, как стартуют сейчас многие, ну, или стартовали, я тебе предложу 60%, давай пошли к нам, у тебя вся база. Как бы, с одной стороны, стратегия может быть и прикольная на старте, но потом где деньги, если ты платишь мастеру 60%, ну, то есть, ты обратно не переобудешься. Не бьется, да? Ты ему сразу скажешь, ну, давай, все, теперь поработали за 60%, давай мы тебе цену поднизим, и у тебя будет 50%. Прикол в том, что у нас был кейс даже 100%, и даже это не работает. Я не рекомендую никому пробовать через это проходить. У мастеров какая фишка, если мы углубимся, зуммируем вовлечение? Мастеров можно вовлекать разными историями. Кому-то интересна зарплата. То есть, ты ему говоришь, братан, по-любому, ты посчитал экономику, по-любому ты будешь сотку зарабатывать, а он у тебя, допустим, 80% зарабатывает в текущем месте. Ты ему прямо обещаешь. Может быть, какую-то минималку предлагаешь. На старте я бы не стал так делать, но какую-то минимальную сумму, даже если он не настрижет. По-любому, есть мастера, которые заряжены на обучение. То есть, если ты планируешь развиваться, по-любому должно быть обучение, вовлекаешь его на счет, типа, у нас мы будем того привозить, этого будем привозить, пятого будем привозить. Кого-то вовлекаешь на развитие. Ну, то есть, просто что, типа, развитие будет и движ, потому что 90% барбершопов, которые есть, в них ничего не происходит. Мастер приходит и просто стрижет. Ну, вот он просто подстриг, просто ушел. Людям часто не хватает какого-то движа. То есть, элементарных внутрикомандных действий, или там, какого-то движа вокруг барбершопа, или какого-то нестандартного маркетинга. Это какой пункт у нас получается? Это все про вовлечение мастера. То есть, типа, как вовлечь мастера? Вот этот вопрос, потому что будет интересовать тебя. Ну, и что я ему скажу? Просто расскажи, что ты планируешь сделать. Трафик, вовлечение мастеров, много денег я бы просто бы закладывал бы на рекламу, на рекламу. Вот просто вот так вот оставим. Ну, и там работал бы с маркетингом очень жестко. Первые пару месяцев бы прокачивал бы все карточки, не вкладывая деньгами там Двагис, Яндекс, вот эту вот всю историю. Сначала бы прокачал бы карточки, а потом бы как бы на полно, просто all-in вот так, знаешь, и первые места бы выкупил, когда было бы, ну, я не знаю, там по 100 отзывов на каждой карточке. Тогда можно было бы это бустить. Тогда, ну, думаю, на миллион мы бы, может быть, ну, за год бы, может быть, вышли бы. Может быть, ну, плюс-минус. Я не знаю, как бы, насколько... Там очень сильно зависит от трафика и от того, насколько много мастеров, чтобы этот трафик обрабатывать. Ну, наверное, план был бы такой. Других вариантов не знаю. Давай, твой план. Да, окей, хорошо. Слушай, я очень люблю дискутировать в этом плане. Поэтому, когда ты сказал первый пункт, это то, с чего я начинал, когда ты встаешь на первой линии. Мы сейчас так же делаем. Ну, то есть выбираем прям максимально такой обширный фасад. Я тебе показывал аэровокзальную. Очень клево. Это наше первое место. Я тебя сейчас перебью. Я сегодня вот был на Дубровинского. На Дубровинского. На Дубровинск. Бывший бигбро. Да. Очень клевая вот эта вот штука на фасаде. Там вставка появится. Прямо оно привлекает внимание. Ты идешь просто мимо. Нифига себе. Делаем стиль в Сибири. Там более семи лет. Я такой себе фоточку сделал. Думаю, так, вот у меня есть идея для реализации. Это на самом деле, ну, кайфовая фраза. Да, да. Там есть свои нюансы, да, потому что мы не могли сделать вывеску по-другому. Короче, вот. Но не суть. Эта штука работает. Но у меня есть еще определенное представление. Ты сегодня стрикся у Егора. Да. Это наш ведущий подкастов. Один из сильнейших барберов Красноярска. У меня есть такое ощущение, что если я соберу лучших, отправлю их на окраину города, в подвал, который не освещается, с которого со стен капает вода, и так далее, это будет самое кочевое место в городе. Вот. У меня есть такое ощущение, потому что аэровокзальная, да, это то место, куда в какой-то период времени стекались люди реально со всего города. Она абсолютно непрезентабельна с точки зрения, ну, вот, престижа, да, своего. Вот сама по себе как улица. И поэтому я бы начинал как раз-таки, я бы команду бы поставил на первое место. Я считаю, что пока команда не готова, очень опасно гнать туда трафик. Очень опасно. Как только ты… ну, то есть, мы можем в какой-то момент получить большое количество людей, которые ни за что сюда не придут. Если мы возьмем с тобой, ну, ключевой, пожалуй, параметр, вообще, который важен, да, с экономической точки зрения, почему барбершоп будет успешным, это возвращаемость. Все-таки мы работаем в первую очередь с постоянниками, с постоянными клиентами. И это те люди, на которых уже не нужно тратить на рекламу. И вот только благодаря тому, что там набивается определенный некий костяк постоянных клиентов, барбершоп становится успешным. Вот. Поэтому я бы, наоборот, знаешь, на минималочку бы сначала маркетинг, прям на минималочку. Как вот мы сейчас делаем с нашим торговым центром на Комсомоле. Пока я не рискую, короче, выкручивать. И сильно бы вгрузился в команду. Очень сильно. То есть, это первый момент. Как только я понимаю, что здесь крепкие, сильные мастера. Здесь, на самом деле, разные пути возможны. И идеи заинтересовать, как ты озвучил, и обучениями, и движухами. Мы, на самом деле, берем оптом. То есть, мы берем вообще всеми различными направлениями. У меня школа есть. Понятно, что если бы начинать с нуля, это, наверное, сложновато. У тебя должна быть такая сильная идея и такая сильная отстройка от конкурентов, что типа вот так зацепило. Да. Второй момент. Уже, ну, мы все-таки работаем в уже сформировавшемся рынке. То есть, крепкие мастера, как ты сам понимаешь, они меньше, наверное, трех лет, они не формируются. Ну, то есть, это… Сто пудово. Это там три года, четыре года и выше, да, там, пять, десять лет и так далее. То есть, все эти люди уже есть. Их можно знать поименно. И с ними можно выстраивать связь, контакт. И, как правило, очень часто люди не удовлетворены тем местом, где они сейчас обитают. Вот то, что ты тоже озвучил, то, что нет движух, нету идей и так далее. Поэтому, если вот взять по крупицам, да, это разложить, то, наверное, вот первое, первое, с чего бы я начал, ну, даже, наверное, это этап номер ноль, да, без которого я бы вообще не заходил на рынок, это маленькая отстройка от конкурентов. Некая фишка. Вот что-то, какая-то особенность, да, которая будет цеплять людей, цеплять умы клиентов, цеплять, цеплять, людей, сотрудников и мастеров. И второе, это постараться втянуть в себя, может быть, через идею, через свою энергию, максимальную вовлеченность, то, что я здесь тотально, да, буду отдаваться всему этому проекту, и он точно взлетит через свою веру, вот, как это тоже у тебя, я думаю, происходит. Втянул бы сюда крутых, заряженных ребят, и через это я бы уже пошел крутить и маркетинг, и все прочее. Вот такая, я думаю, что формула. Ну, я не вижу противоречий. Ну, типа я... Сто процентов. Примерно так же и рассказал, что, знаешь, вопрос, как звучал, как быстро. Поэтому вопрос локации встал на первое место, потому что, ну, в целом, идея собрать лучших и закинуть их куда-нибудь на периферию, куда-нибудь, она рабочая. Я тебе скажу так, что вопрос-то провокационный, правильно? Сто процентов. Ну, типа быстро ничего не происходит. Знаешь, какая... Блин, я не помню, кто же это говорит? Саша Долгов, знаешь, даже его любимая фраза «быстро – это медленно, но постоянно». Вот эта история сто процентов работает. Быстро – это медленно, но постоянно. Надо просто делать, делать, делать. И потом, хопа, а у тебя уже сколько? У тебя уже восемь барбершопов. Вроде бы как бы все по чуть-чуть. Путаюсь, да, путаюсь в цифрах. Да, восемь, восемь. Мы в прошлом году очень сильно, скажем так, иксанули, короче, да, мы сделали икс два, ну, просто по количеству филиалов. И я понял, что здесь скорость, она может, ну, сильно навредить. Важна не скорость, важна точность. Да, 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 сто процентов. Точность, конечно, крутое название. Да, согласен. Точность – очень крутое название. Спасибо. У меня то, что вот меня сильно волнует, и я считаю, что мы, ну, я, мне почему с тобой очень тоже интересно, да, узнать и твою историю, и как ты во все это, как ты во все это вообще ввязался, да. По той простой причине, что нас очень мало руководителей, которые сами не являются мастерами. Ну, если я возьму, допустим, Красноярск, то, ну, мне кажется, что это порядком, ну, может быть, там, 10-20 процентов. Вот какое-то такое, наверное, соотношение. В большей степени сюда идут, запускают свои проекты, да, запускают свои барбершопы люди с опытом, люди, которые в первую очередь работают, да, сами работают руками. Как тебя, во-первых, сюда занесло, да, это очень интересный вопрос. И второе, что меня очень сильно волнует, понимая вот эту вот сторону, когда ты не являешься мастером, какие плюсы, да, ты в этом видишь, и что наоборот тебе мешает просто по той причине, да, что ты не умеешь, не обладаешь вот этим вот ремеслом. Так, ну, давай быстренько на первую часть вопроса. Как меня сюда занесло? Просто я смотрел франшизы, и я, мне кажется, отсмотрел все франшизы, которые были в 2015 году, начиная от строительства бань, заканчивая, ну, там, интернет-маркетинг агентством. Выбор пал сюда. Не знаю, ну, просто вот, типа, прикольно, барбершоп, мужская атмосфера сейчас, блин, прикольно, в Хабаровске такого нет, потом оказалось есть. Такое, какие-то мысли были, просто открылся. А вот с точки зрения того, я не мастер, и мешает ли мне это или помогает, все решают знания. Ну, то есть бизнес – это же деятельность, но по сути определенный набор функций. Стричь из них – это только одна функция из сотни. Ну, то есть, там, организовывать маркетинг, организовывать найм сотрудников, обучение сотрудников. Да, если ты мастер, у тебя 100% уже там 10 козырей в рукаве. Ну, я знаю, 3000 неуспешных мастеров, которые открывали свой шоп, и, ну, как бы, у них не очень хорошо все, они там в одного работают, и, как бы, текучка кадров и так далее. Давай так, из плюсов, то, что я не знаю, как надо, ну, то есть, и поэтому не парюсь. Мне в целом без разницы, как стригут мастера. Вот я клянусь, мне прям пофигу. Это твое преимущество? Это мое преимущество, да. Я прям, мне прям без разницы, как он его хоть пальцами, хоть там ножом обкранца. Это хорошо, плохо, тоже без разницы. Мне главное, чтобы клиент остался доволен и вернулся. То есть, твоя ключевая метрика – это довольный клиент? Довольный клиент. Да, клиент довольный, который готов рекомендовать нас друзьям и возвращается. Вот это идеальный, ценный, конечный продукт нашего, ну, моего видения, как должен работать бизнес. Из минусов моя реальность, ну, это продолжение моего плюса, она отличается от реальности мастеров. И некоторые мои решения мастерами не принимаются и не понимаются. То есть, давай вот один из примеров. То, что мы пытались внедрить, и, ну, я понял, что я слишком, потом, короче, много туда усилий трачу, не получаю эффекта, получаю только негатив. Даже там, ну, у нас были прям очень плохие кейсы, там, часть мастеров уходили, говорю, что типа из-за этого. Я внедрил статистики. То есть, не просто статистики, ну, вот в телефоне я прям напечатал всю эту графику. Сейчас вот мастера будут, которые смотреть, они просто, знаешь, будут кидаться и проклинать меня последними словами. Типа, я парикмахер, зачем мне цифры? Ну, то есть, я как руководитель верю, что если человек следит, знаешь, вот как ты в зал приходишь, у тебя есть тренер. И ты фиксируешь, так, сегодня у тебя два подхода по 10 раз, завтра три подхода по 7. Тут вес такой, тут вес сякой, и ты просто отслеживаешь свои результаты. То есть, это некая такая навигация, да? Понятные метрики, да. То есть, вообще, ты контролируешь процесс или нет? И я сам веду там свои метрики, свои статистики. Я понимаю, что если я их веду, мои результаты растут. Если я их не веду, результаты идут вниз. И то есть, вот прям, это очень, очень быстро работает. Как только начинаешь ввести, все в рост. То есть, все в минус. То, чему мы уделяем внимание, да, то и растет, то, чему не уделяем, то, соответственно, разрушается. Сто процентов, да. И я, в общем, повесил в подсобке графики, возвратность, выручка, что там еще. И мастера такие, типа, ну, кто-то вообще без базара начал заполнять, и я вижу… Погоди, они сами заполняли, да? Идеальная картина, что да. Но получалось, что управляющий приходил к статистике, статистике, статистике. Я просто воевал с половиной команды по части этих статистик. То есть, с одними это реально работало, и у них результаты прям реально выросли. То есть, просто за счет того, что не следили и не понимали, так, ну, что-то я тут попросил меня поднажать. Очень-очень простой инструмент, очень быстрый, понятный, продуктивный, но много хейта. Почему так случилось? Потому что у меня реальности с мастерами нет. Я же не был мастером. То есть, наверное, если бы я был мастером, я бы сказал, да нет, где фигня, я даже не начинать не буду. Но я с ними воевал, там, я не знаю, год, может быть, да, кто-то за счет этого круто, ну, знаешь, как бы вышел на новую орбиту и обратно не вернулся, потому что он уже, знаешь, у него есть уровень нормы. Там есть парочка ребят, которые очень круто бы установились только за счет статистик. Ну и наоборот, есть те, кто, ну, давай так, короче, вот реальности у меня не всегда хватает с мастерами для того, чтобы оценить объективно. Но это чаще помогает, чем мешает. Вот. Супер. А у тебя? Давай так, а у тебя? Да, я просто как раз, знаешь, слушаю тебя, и у меня же есть тоже ответы, понимаешь? Давай. Я дополню, дополню, потому что то, что ты озвучил, да, оно тоже очень мне близко. Я какую штуку подметил? И я это, я очень люблю анализировать, анализировать свою жизнь, смотреть за другими. И я подметил, что зачастую в командах, где сам руководитель является мастером, он же самый сильный игрок. И я это связываю, в первую очередь, ну, вообще такая достаточно эгоцентричная, да, у нас индустрия. И я подумал, блин, я получаю бесконечное удовольствие, когда мои ребята растут. Бесконечное удовольствие. У меня нету эго, чтобы я, ну, типа, присваивать, да, там, звание себе, значение себе, их победы себе. Я к этому абсолютно спокоен. И, собственно, по этой причине, да, у нас там лицом подкаста являюсь не я, да, лицом подкаста является Егор. И офигенно, ну, типа, я за него счастлив. И вот таких ребят-звездочек, да, у них, ну, у нас в команде достаточно много. Просто по той причине, что я этим не владею, я это не умею. И, блин, и круто, да, что… То есть у меня нету амбиций, понимаешь, быть в этом лучшем. У меня есть амбиции быть лучшим, наверное, в предпринимательстве. Да, это уже другой перекос. Но вот такую, да, особенность я выделяю. Я думаю, что эго очень сильно мешает развиваться. И круто, что вот как раз-таки у руководителей, которые сами не являются мастерами, мне кажется, что в этом аспекте эго пониже. Сто пудово. Очень круто ты подметил. Это действительно так. Я в эту сторону вообще не думал. Но это прям на сто процентов, что зачастую самый сильный мастер тот, который владелец. Вот даже сейчас Ромка будет смотреть. Отельер. Да. Мы с Васей познакомились во Владивостоке на марафоне на Владивостокском в сентябре прошлого года. И познакомились еще через одного парня, с которым… Короче, историю знакомства рассказывать не буду. У него свой барбершоп, и он сам работающий мастер. И он там действительно самый сильный мастер. Я надеюсь, Ромчик, ты не обидишься. Шоп офигенный. Будете во Владивостоке, заходите в ательеры. Это не только бар, но и барбершоп. Как-то так. Такая реклама. Да-да-да. Интеграция. Второй момент, который я также для себя выделяю, и он связан, опять же, с анализом того, как мы проходили через критические ситуации. Как проходит владелец, владелец-мастер через кризис с командой. И даже если он всю команду потеряет, он сможет взять себе подопечного. Во-первых, он сам будет стричь. Он может взять себе подопечного, вырастить следующее поколение и постепенно возродиться. То есть ему есть куда отступать. Есть такой момент, скажем, несгораемая точка. Ты знаешь, как можно сохраниться в игре. Я помню, как мы через это проходили. У меня не было, короче, куда отступать. То есть при любых раскладах, если вся команда уходит, я не смогу встать или стричь. И вот это понимание, оно как раз-таки заставляет тебя учиться коммуницировать с людьми. Даже если ваши мнения где-то не сходятся, находить компромиссы, договариваться. И это то, пожалуй, это такая психологическая история, по сути. Ее сложно осознать, по большому счету. Я просто много думал, почему наша команда именно такая. У нас достаточно крепкая, сильная такая команда, собранная из больших звезд. Почему она такая? Во многом потому, что мне пришлось научиться командообразованию, пришлось научиться с ними работать, с ними коммуницировать, находить общий язык. И собирать вот эти компромиссы. Вот такое преимущество. Но есть и минус. Я тоже его подсвечу. Минус в том, что как раз-таки, который ты озвучил, я немножко его просто подраскрою, это то, что ты не обладаешь таким авторитетом. Как типа вот этот сильный лидер, сильный человек, который прошел через этот путь, который стрижет за три косаря. Егор, привет. Сегодня подстригся. Да, да. Классная стрижка. Я полагаю, что начинающий мастер будет с большей охотностью слушать Егора, чем меня. По той простой причине, что Егор прошел тот путь, Егор знает, каково это. Егор будет рядом с ним стоять за соседними креслами. То есть это, знаешь, как вот есть такая картинка, да, там лидер и начальник, да, начальник, который показывает, ну типа сидит там сверху, а лидер, который впереди двигается. Хотя я согласен с тобой на сто процентов, вот если по логике, это немножко странно. И это сто процентов так, но это немножко странно, потому что мастер это сам прожил, а ты это прожил через там 20 мастеров. И ты понимаешь, как это работает. Ну путь плюс-минус у всех одинаковый. Действия, которые надо совершить для того, чтобы стать успешным, ну там по пальцам вот. Сто процентов. Насмотренность сильно, да, сильно выше, она другая. Но вот именно вот этот авторитет, да, его очень сложно подтвердить вот среди мастеров. И как раз-таки я думаю, что это причина, через которую многие не могут переступить. Очень многие проекты закрываются, да, вот у владельцев, которые сами не являются мастерами. Во-первых, потому что им отступать некуда. Вот. И если команда уходит, то остается только повесить, да, там замок. И потому что они не могут найти вот этот общий язык, общую коммуникацию с мастерами и заслужить авторитет. Вот. Это очень сложно. Я помню еще мы масики. Я не знаю, ты застал, короче, вот эту историю ВКонтакте. Раньше был такой паблик «Сомнительный барбер». Да, да, да. Да, я его до шути боялся. Мы как-то в нем засветились, понимаешь? И нас там так повоскали, короче, что тайга – это просто, ну, такое. Слушай, мне кажется, мы тоже то ли туда, то ли в барбер, что-то там еще какая-то типа такая же была история. Тоже что-то… Как он имеет право стричь за 30 минут и там барберы старшколы? Просто накинулись там, расклевали, знаешь, как чайки. Такие… Мясо, мясо подали. Ну, типа, был у нас момент, мы экспериментировали с длиной стрижки, и мы попробовали поставить за полчаса. В целом все было нормально, и мастер потом сам отказался. Он сам не вывез такой темп слишком много клиентов в день принимать. То есть ушел на 45. Хотя по факту он до сих пор стрижет за 15 минут, за 20 минут. Я думаю, что этот подкаст получит много хейтов в мой адрес. Я думаю, что не только в твоей... Целевая аудитория, если мастера, то я по-любому огребу. Чего этот хер знает? Но с другой стороны, YouTube эти алгоритмы помогут нам продвинуться. Я буду ждать хейта, потому что это поможет нам бустануть просмотр. Я на самом деле скажу в твою защиту, что я знаю мало руководителей, и на самом деле даже среди мастеров-руководителей, скажем так, которые настолько вгружаются в свою команду. Вот как это делаешь ты? Ты отправляешь за свой счет своих ребят с лоу-кост проекта, что очень важно, к нам на обучение в другой город, и у тебя там достаточно большой бюджет. Я тебе скажу, что это... 200 тысяч. Да, это большие цифры. Ну, то есть мало кто позволяет себе, даже при гораздо большем объеме охвата рынка, мало кто позволяет себе подобные жесты. Вот, это первый момент, который я в тебе подметил. Второй момент, то, как ты выстраиваешь коммуникацию, как ты взаимодействуешь с людьми. Это на самом деле то, чему я у тебя учусь. Вот, это очень круто. Андрей поделился такой историей, я хочу, чтобы ты ее, ну, тоже для наших всех зрителей, да, рассказал. Это то, как ты расставался со своим сильным сотрудником. Вот, и как вы делили базу. Поделись, пожалуйста, вот, как ты вышел, да, на эту договоренность. И это же большая боль расставаться с сильным сотрудником. Слушай, это не до конца хорошо работает. То есть мы несколько раз уже после этого расставались еще с мастерами. И, как бы, это для меня боль, ну, то есть, большая, потому что это в какой-то полутренд превратилось. И, типа, я с этого, я уже договорился, и слезть, соскочить со своих договоренностей не могу. Но по факту тема, которая не поднимается и не проговаривается, как будто бы ее нет, и как будто бы этой ситуации нет. Но мы-то знаем, что она есть. Но мы-то знаем, что она есть. Когда мастер уходит, мастер считает, что те клиенты, которых он стриг в барбершопе, это его база. Владелец барбершопа, который платил за то, чтобы эти клиенты стриглись у него, тратил кучу денег в рекламу и вообще организовал весь процесс, считает, что логично, что это его база, база барбершопа. И вот тут вот такое противостояние. Как делить базу? Я там в свое время своим пацанам сказал, пацаны, кто, ну, как бы долго работает, вы там, если надумаете куда-то уйти, ну, а такое, как бы случается, бывает, что мастер, ну, такой, уйду работать на себя или уйду там, ну, что-то там, открой свой шоп. Я сказал, говорю, давайте, чтобы это не было в тишь там, типа, что вы там за неделю мне сказали, все, ухожу или там, ну, я знаю просто, как это делается, знаешь, типа, он там месяц там беспалив его клиентам или там, или собирает номера телефонов и говорит, я скоро ухожу. И потом тебя ставят перед фактом. У нас так покурить выходит с ушей. Да, да, да. За пределы шопа, чтобы пообщаться и обменяться телефонами. Тема это есть, то есть, не скажу, что это нормальная практика, это ненормальная практика, когда это, ну, за глаза делается. Я с идеей, чтобы это не делалось за глаза, говорю, пацаны, кто надумает уходить, базу попилим 50 на 50, я вам там скину контакты, все на свете, официально позвоните им, я даже не буду против и не буду потом ничего слать там, никаких, ну, рассылок там с бесплатными стрижками. Владелец же шопа дофига что может сделать. Он потом, ну, там, братан, тебе случайно пришла какая-то рассылка, у нас тут сотрудник какой-то плохой, вот тебе держи две-три стрижки в подарок, все, чтобы, типа, они не ушли, там, или стрижку в подарок, или там, ну, что угодно. Там много схем, как удержать клиента, но чтобы все было честно, я говорю, я ничего не буду слать, просто забирай базу. Ну, и все, мы так несколько раз вот с мастерами попрощались, да, кто долго стрижет, они там ушли работать на себя, кто-то там с девушкой салон открыл, кто-то свой там, Barber Coworking, ну, и они ушли, и как бы получили свою базу, все, ну, это работает только со старичками, то есть, кто реально там отработал, 5-6 лет, там, половинку отдаю, мне тут недавно мастер сказал, который там без году неделя работает, полтора года пришел, знаешь, у него там, пришел с зарплаты 36 тысяч с другого шопа, у нас он зарабатывал, ну, 8-100, ну, то есть, и с понятным бустом до 120 в ближайшие, там, 2-3 месяца, очень крутая зарплата, он делает там, ну, повышение, мы ему повышаем, как бы, чек, больше процентов можно делать, в общем, все понятно, что делать, говорит, ну, я, что, базу дашь? Полтора года он отработал, то есть, мы ему там научили, показали, обеспечили клиентами, я говорю, братан, ну, как бы, три года не отработал, до свидания, ну, как бы, никаких клиентов, да, кто-то за ним ушел, ну, знаешь, сейчас полупустой сидит, то есть, такой, типа, вроде работает, и по деньгам не выиграл, и, ну, как-то вот так, ушел. Есть же, и получается, есть позитивные, да, вот эти вот кейсы, позитивные расставания. Ну, они, как бы, по идее, позитивные, но для меня это, знаешь, все равно боль, то есть, я очень благодарен этим мастерам, но, ну, как это правильно объяснить? Ну, ну, вот, представляешь, человек, который у тебя работал, вот Егор возьмем, ну, или давай, давай кого-нибудь, не Егор, есть еще какой-нибудь мастер с плотной записью? Слушай, много, таких много. вот мы сегодня были на филиале, Паша, ой, Вадим, Вадим, Вадим его зовут, у него плотная запись. Давай, Вадиму привет, да, Вадим очень крутой. Ну, я сегодня увидел, он в соседнем колесе сидел по общению, классный парень. Ты понимаешь, сколько у него сейчас стрижка стоит? 2200, да, но потенциал прям у него двигаться, да. Ну, вот условно, у него стрижка стоит. сорян, 1900, пора 2200 ставить. Да, или там 1900, стрижка стоит 1900, ты понимаешь, что ты его до трешки еще можешь, ну, докачать на изи, и все выиграют, и он, ну, как бы не достиг там потолка, не вышел на свою орбиту, и ты понимаешь, но он такой говорит, я ухожу, хочу себя попробовать, попробовать работать на себя. Че, братан, тут вот движ давай, ты пять лет фигачил, самое время монетизировать. То есть выходить там на зарплату 150-200 там, там выше, то есть не работая больше, то есть не путь того, что ты будешь работать 7.0 график, и будешь больше зарабатывать, нет, просто ты будешь получать повышенный процент на большем чеке, зарабатывать больше денег. Вот в это, мне вот это обидно, что я как менеджер не смог его замотивировать, вовлечь дальше, чтобы он не уходил, а продолжал здесь еще выше. То есть знаешь, ну вот последний кейс, вот мы с мастером прощаемся в конце месяца, вот он по такой же схеме. Сейчас текущий. Да. Очень крутой мастер, работает у нас, будет пять лет, как в июне, как он работает, с нуля мы его там отучили, полная запись, все ништяк. Стрижка у него стоит 1600 рублей, запись на неделю или на две недели вперед. Я говорю, Ярик, блин, ну давай, вот буквально там, типа 1900 мы тебе сделаем, ну в этом году еще бустанем, там, ну 200. Я не готов за эту цену работать. Ну как бы там, это я вырываю очень сильно из контекста, но я понимаю, что он еще, у него стабильная зарплата, ну 120-125, при его графике работы. Я понимаю, как его вывести на 160, ничего не делая, ну ноль, ноль вообще каких-то действий. Он уходит. Для меня это боль, то есть вот понимаешь, какая сторона вопроса возникает. Ну, что поделать? Когда люди расстаются, как правило, ну у них такие, начинаются взаимные претензии. Ты, от тебя прозвучало, что тебе обидно, что ты как менеджер, по сути, не справился, да, с этой ситуацией. Ты в первую очередь винишь себя во всей этой истории, что ты как, ну очень, это стоит проговорить, что ты как руководитель оказался недостаточно компетентным, да, чтобы простроить вот эту историю вместе с мастером или убедить его, или настоять где-то, или еще что-то, чтобы эта ситуация сложилась иначе. Ну вот в конкретном текущем кейсе 100% это мой косяк менеджерский. То есть когда была возможность его вовлечь там, ну и как-то по-другому повзаимодействовать, я этого не сделал. Ну или сделал неправильно. То есть это сейчас там, спустя там отмотав. Ну как мы с тобой сегодня говорили, фарш невозможно провернуть назад. С некоторыми мастерами ну нету такой истории. То есть, ну я понимаю, что все, вот дальше мы не можем. Я тебя люблю, и ты меня любишь, но мы не можем быть вместе. Кому-то я говорю, все, до свидания, слава богу, перекрестился, все, уходи. Ну как бы мы пилим, но нету такого, что я там что-то страдаю. Я наоборот думаю, блин, надо было его раньше попросить уйти или уволить самостоятельно. С кем-то, ну вот самый первый кейс, наверное, про который я тебе делился, с мастером, мы просто не достигли договоренности. Изначально я ему обещал долю в барбершопе, потом я как черт переобулся. Ну то есть, у меня там несколько было обучений, там каких-то, знаешь, переосмыслений, теперь мы только так работаем, потом только так. Время показало, что, ну то есть, потом планировали открыть совместный шоп, но под другим брендом. И просто не договорились по концепции. То есть, ну вот, я понимаю, что я его как будто бы держу. И мне уже самому было как-то, он мне подает помещение, выдает там разные, и, а я такой, типа, блин, да Игорь, ну говно какое-то, и в это я не верю, да и в то не верю. И как будто, знаешь, я его держу. У меня у самого возникло такое ощущение, хотя так не было. И, короче, я такой, блин, ну давай, если хочешь двигаться сам, двигайся. Хотя изначально, наверное, можно было там что-то придумать. Ну то есть, там вот отматывая назад, по-любому есть. Ну то есть, это 100% история, когда я где-то не доработал. Или у меня были какие-то не те данные для принятия решения. То есть, знаешь, ты себе придумал схему идеальную, вот теперь мы будем двигаться так. То есть, у тебя сейчас, я так понимаю, прикольная структура. На каждом филиале есть свой управляющий, и это мастер. Я в какой-то момент решил, что эта схема мне не подходит. То есть, и она у меня сейчас не работает. Я другой выбор сделал. То есть, я там думаю, теперь надо вкладываться в управляющих. Все через управляющих. То есть, я так не могу масштабироваться через мастеров, потому что сильно большая зависимость от мастера. Мне надо качать менеджеров. Такие, чтобы я одна голова, а чтобы было больше голов и больше рук. Ну и вот в ту сторону ударился. Как совместить вот этот формат, что у меня есть управляющий, и у меня есть управляющий мастер? Ну, я тогда не было у меня в голове. Сейчас я в целом понимаю, как это можно сделать. Но тогда это было такое как-то... Нет, вот только так, и никак иначе. Нет, вот только по-другому. Короче, я думаю, люди сейчас вот... Ты понимаешь, что я говорю? Я понимаю. Вроде как увлеченный, говорю, но как-то уже скучно. Я хочу... Давай покороче. Да, я хочу... Как-то... Покороче говорят. Да. Я хочу дополнить, что на самом деле никто не знает, как правильно. Вот ты сейчас озвучил нашу модель, да, как мы двигаемся через мастеров-управленцев. В ней есть свои плюсы. Это то, что у мастера появляется дополнительная ветка, да, через которую он может развиваться. То есть ты как бы продлеваешь, да, для него некий вот этот вот потолок, да, ты его оттягиваешь. Есть такое преимущество, как вот то, что я говорю, да, вот то, что я не обладаю, может быть, где-то авторитетом, вот, но крутой, да, крутой мастер, который знает свой шоп, который знает, как там все устроено, он может быть вот этим связующим звеном, и обладать авторитетом, чтобы общаться с мастерами на одном языке. Но есть свои минусы. И, возможно, это то, почему твоя модель, да, может быть успешной. А может быть, некий микс может быть успешным. У нас недавно произошла история, о которой я тоже, так же, как ты сожалеешь, что я как руководитель не справился. Один из моих руководителей день в день ушел. Вот. Просто представь себе, у тебя шоп, в котором в целом очень круто все работает, он выстроен, там крутая команда, и руководитель день в день уходит, да, там нервы не выдерживает, где-то там что-то, мы поцапались, там и так далее. У нас был очень сложный такой период, нас реально трясло, скажем так. И я наблюдаю за тем, что происходит с командой. Ну, представь себе, они были сильно вокруг него объединены. это большой минус. Да, у меня было ощущение, что можно потерять команду. Да. Вот. Чем в итоге все закончилось? Слушай, ну, мы справились, я принял несколько таких, ну, хороших, как я считаю, управленческих решений. Что сделал? Давай делись, самый сок. Окей. Первое, что я сделал, это собрал настроение, да, настроение людей. То есть, я пообщался с разными ребятами, вот, выслушал опасения, грусть, да, тоску и переживания, и вот это вот все, это очень важно, потому что, ну, нужно собрать температуру. Второй момент, это я определился с тем, кто займет это место. Это очень важно, чтобы мы долго не зависали, да, вот в этом пограничном состоянии, погрустили какое-то время, не сразу нужно на следующий день кого-то поставить, но какое-то время нужно выждать, а дальше нужно принимать решение. Поэтому я пообщался, я сонастроил это все, потому что я понимаю, что я буду вот этим переходным мостиком. Да, да, да. Очень важно, что ты не сразу там человека забрасываешь, он начинает что-то рубить. Вот, это можно сильно навредить, поэтому я сонастроился с новым руководителем, сонастроился с командой, немножко позабрасывал вот эти вот истории, вот, прощупал почву, и, ну, то есть это было такой ряд переговорных процессов, вот, с разными людьми, и потихонечку мы начали это склеивать, провели собрание, выслушали, я дал им возможность между собой пообщаться, высказать все недовольства там и все прочее, и вот потихонечку, сейчас я чувствую, как филиал, который, скажем, начал пикировать, вот, сейчас он взлетает, поэтому это очень круто, и очень круто проходить через такие моменты, да, я считаю, что мы, как руководители, я это сравниваю с тренажером, сто пудо, да, что ты очень сильно прокачиваешься, вот, проходя через эти моменты, у нас были моменты, катастроф, вот, как я сейчас описал, да, вот такой, когда самолет летит вниз, да, и непонятно, да, как нужно хватать за этот штурвал, и что нужно делать, за какие рычаги дергать, чтобы спасти ситуацию, в девятнадцатом году мы проходили, да, через жесткие катаклизмы, когда я думал, что вообще проект можно потерять, были ли у тебя такие моменты, когда ты находился на грани, это, ну, я считаю, что как раз-таки масштаб личности определяется через масштаб проблем, через которые он проходит, поделись самыми, давай, самой жесткой, да, историей, когда ты думал, что вот сейчас, возможно, я не вырулю. Слушай, да, это вот как-то очень клевую аналогию, вот я тебя хотел перебить, и хорошо, что я тебя не перебил, про тренажеры, то есть первый раз, это всегда страшно, очень сложно, когда у тебя таких ситуаций было много, да вообще, блин, разве проблемы, что ли? Я помню, вот я сейчас в красках опишу, первый раз, когда у меня ушел мастер, ну, то есть, это был первый случай, там, спустя, наверное, два с половиной года работы, мы работали, у нас не было ноль текучки, то есть, если я кого-то, если кто-то от нас уходил, не он уходил, я увольнял, за плохую работу, разгильдяйство, там, за, то есть, я мог уволить, ну, за раздолбайство, ну, это шикарный показатель, да, то есть, типа, два с половиной года мы там работали одной бандой, кто приходил, мы их там качали, и у меня уходит первый мастер, типа, говорит, знаешь, на какой почве, мы приняли админа, выяснилось, что админ гей, а у нас только мужики работают, и, короче, выясняется, а оказывается, что, короче, все мастера уже знают, и я такой, типа, а админ, ну, он просто красавчик, ну, вот без шуток, вот если отбросить вот эту вот заднеприводную историю, он прям красавчик в плане работы, ну, знаешь, типа, когда за неделю у тебя администратор работает лучше, чем там люди, которые месяц работали, просто, знаешь, ну, вот он, он прям знает, что делать, он чувствует всех людей, все понимает, очень быстро организовывает, а он уволился с работы, тебе приходится увольнять администратора, ну, то есть, блин, идти на поводу у всей банды, ты увольняешь администратора, и тебе один мастер подходит, говорит, я ухожу, ну, почему, ну, в смысле, все, я заляпался, типа, все знают, что у нас пидор работал, запикаете, если надо, я говорю, что, гонишь, что, кого, то есть, а там человек, только мы его там обучили, помнишь, был модный этот, Ламонак, Ламонако, я его в Москву на Ламонако, там, обучение отправлял, в Москву, Бауэрберинскур, еще там что-то, ну, то есть, там чувак только пошел, сейчас у него там все будет, говорит, я ухожу, он уходит, там снимает место, там забирает клиент, ну, как забирает, там делать рассылку, где-то там собирает номера, там потом открывает свой шоп, сейчас мы в целом нормально, как бы потом это, руки пожали, нету каких претензий у меня глобальных, он уже, он выкупил, что такое, владелец барбершопа, потому что у него тоже выходили, Вадим, если смотришь, привет, ну, тогда мне казалось, что мир разрушился, то есть, типа, в смысле, мы не семья, я в смысле, мы же семья, мы же все братишки, мы же, мы самые-самые, и потом, ну, на этом же фоне у меня там, я спалил, короче, банду, два админа и два мастера, я уволил там просто вот так вот, одним днем, они там схему воровали, короче, знаешь, приходит клиент, они его мимо кассы стригут, не за тысячу, ну, там, за тысячу двести, все рынку не записывают, тысячу двести берут налом там или переводом, двести рублей админу за молчание, косай мастеру, ну, таких там, типа, ряд клиентов, я вообще офигел, то есть, типа, а там мастер, я ему там свадьбу вел, бесплатно, ну, то есть, типа, я тогда еще ведущим был, там, администратора, у администратора вел золотую свадьбу дедушки и бабушки, бесплатно, там, еще одного мастера, а еще одного админа, ну, там, знаешь, тянул за уши, там, собирался управляющим делать, техничный платил, потому что он на футболе ногу сломал, там, скинул ему сорокет, ну, чтобы просто было на что жить, или там, или тридцатку, не помню, ну, какую-то сумму, и они меня все кидают, ну, то есть, я выясняю схему, что они там все повязаны, я такой, ну, типа, я думал, что жизнь кончится, я тогда хотел все к чертовой матери продать, нашел, кстати, покупателя, за тогда, на тот момент, я боюсь сказать, то ли 4 500, то ли пятерка, короче, за два шопа, тогда у нас был оборот, наверное, лям 800, на два шопа, или двушка, как раз вот я их уволил, и там оборот подпросел, и, типа, что делать, может быть продать, ну, типа, я прям реально думал, чтобы его закрыть, потому что я не выдержу такой подставы, ну, а сейчас даже от самых близких, то есть, ну, блин, мы не идеальная команда, вот, недавно у нас мастер, ну, ушел, не очень красиво, 6 лет мы с ним отработали, большой, большой срок, очень большой срок, и там ты к мастеру, ну, со всей душой, то есть, знаешь, как бы не очень, может быть, корректное сравнение, но ты там человека на улице нашел, от грязи отмыл, отчистил, клиент обеспечил, там, все ему, ну, все, типа, чтобы все было, а он уходит и просто говорит неправду, всем распространяет клевету, неправду, клиентам, там, знаешь, типа, вот он еще работает, ему увольняться, вот, там, через, там, неделю, и он там клиентам говорит, да, типа, вот тут херово, на самом деле, Андрюха, конечно, вообще плохой, типа, он там, обещал это не сделал, то не сделал, это не сделал, вообще, все неправда, и, типа, ты чувствуешь, вот в этот момент, самое большое бессилие, когда ты чувствуешь, ну, неправду, про тебя говорят, объективную, просто, можно, материться, один, например, пиздеж жесткий, вот, вот, когда идет такое, вот, хочется просто все закрыть, и у меня вот не месяц назад такая история была, что я, можешь закрыть все, потом такой, да нет, все, эмоции в баню, и я стал сильнее. Я тем более того скажу, вот это вот пиздеж жесткий, оно попадет вот прям в нарезку, в нарезку, я маме буду показывать, ой, ну ладно. Слушай, есть такое ощущение, что мы получаем наибольшие уроки от людей, в которых мы больше всего вложились, вот то, что ты описываешь сейчас, я через себя тоже прогоняю, у меня такое ощущение, что мы все через это проходим, люди, в которых ты больше всего вгружался, нанесли тебе самые большие ранения. Есть у тебя такое ощущение? Нет, такого нету. У меня есть момент кармы, я верю в карму, что если я где-то говна натворил, то она мне просто бумерангом летит. Я конкретно понимаю, почему вот у меня вот тут вот с ним сложилось, и где я натворил говна. Стараюсь жить по совести, не всегда получается, но последнее время меня что-то в эту сторону таращит, что я все пытаюсь сделать по-честному, с максимальной честностью, и ситуаций таких становится все меньше, 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 то есть знаешь, как бы природа вокруг чистится, там вот поле такое какое-то стерильное. Слушай, а у тебя охренительная энергетика, я хочу сказать, что для руководителя шопа, у тебя слишком позитивный взгляд на жизнь и на вещи. Я думаю, что это твоя сильная сторона. Вот мне, знаешь, какой момент, я сейчас читаю книгу, которая называется «Антихрупкость». Ой, слушай, она у меня в добавленном на… Очень рекомендую. На «Лайфлибе». Очень рекомендую. На «Майбуке». И там знаешь, какая штука? Ты вот рассказал про то, что чувак рассказывал неправду. Там есть такая очень крутая аналогия. В чем вообще суть антихрупкости? Опять же, не реклама там книги, это просто то, от чего меня штырит, тем и делюсь. Это, знаешь, некое такое свойство материала, когда то, что нас, ну, скажем, не убивает, делает нас сильнее, вот, это вот тот же самый принцип. И чем больше сопротивление, чем больше, да, вот это вот, это как в тренажерном зале, чем больше хейта в том числе, чем больше нагрузки. Мы ждем ваши негативные комментарии, это сделает нас сильнее. Я тебе серьезно скажу, как только ты начинаешь так мыслить, жизнь упрощается. Да, да, да. Вот по чесноку, Тайга ловит больше всего хейта. Потому что вы самый крупный. Я ловлю больше всего хейта. Хрен его знает, почему. То есть, ну, то есть, мы очень много сделали для рынка здесь, для развития, и для других барбершопов, и для разных там событий, но, не знаю, львиная доля хейтов, она прилетает сюда. Это из-за того, что слишком большое, не слишком, а просто очень большое, знаешь, как экстраполяция на количество исходящих действий. Сделали Сибирь барберфест? Че они пилеты платные сделали? Или там, ой, к судейству фигня, или непонятно, кого привезли. Если бы не сделали, не было бы хейта. Это просто показатель того, что вы делаете. Там, открыли, ой, блин, открыли, выкупили они там, биг бро, конечно, ой, ну понятно, знаю, как они там в своей сибирской школе барберев там работают, говно выпускают рукожопов. Ну, я же понимаю, что примерно вот так. Ты общался с нашими херами? Это я. Со скрытого аккаунта в Инстаграме. Но я понимаю логику, у нас точно так же. То есть, мы там что-то делаем, постоянно находятся. Нет, чтобы взять и сделать, там, ну, какой-нибудь умник найдется, какой-нибудь дичь напишет. Их вообще в топку, это просто, знаешь, лакмусовая бумажка, что мы идем верным курсом. Потому что, если никто ничего не говорит, значит, ты или ничего не делаешь, или про это никто не знает. Значит, какие-то вы незаметны, никому не нужны. Да, огонь. Вообще, это прям тоже можно туда же, в тизер, в нарезку. Это очень крутая мысль. Давай немножечко с тобой отойдем, да, от истории с шопами. Давай, расскажи про свою такую некую жажду путешествий, да, вот мне, я думаю, что это тоже часть твоего вот этой позитивной энергетики. Мне хочется раскрыть тебя, понять твой, ну, такой некий, некую твою экспертность, или твою суперсилу, да, в чем она заключается, потому что я тоже об тебя сильно учусь. И находишь ли ты, или какую долю, да, путешествия занимают в твоей жизни. Ну, во-первых, очень приятно слышать, что ты об меня учишься, потому что результаты твои сильнее, чем мои. Ну, если вот объективно взять количество барбершопов, ну, и суммарную выручку, сто процентов она у тебя выше, чем у меня. И когда кто-то учится у кого-то, кто слабше, я такой, точно все правильно, нет? Это приятно. Как мне сказал Николай, Николай Гулецкий из Екатеринбурга, я абсолютно так же ему озвучивал, что... Для тех, кто не знает, это сеть контора и Кузьма, у них там больше 20 шопов в Екатеринбурге. Миллион шопов, 300 миллиардов клиентов. В общем, и он сказал, что это просто, ну, типа, немножко времени, чуть-чуть времени, ну, типа, ты здесь будешь, вот. И это абсолютно та же история, то есть, с той энергетикой, с которой ты идешь. Короче, для меня, ну, это просто цифры, исключительно, вот. А то, что за этим стоит, да, и понятен, понятно, динамика, и понятен потенциал, ну, типа, я вот это наблюдаю, и, собственно, поэтому говорю. Давай вернемся к путешествиям. Слушай, ну, что путешествовать? Что ты конкретно хочешь услышать про путешествия? Я люблю путешествовать, как и все люди, слышатели этого подкаста. Давай так, все говорят, что любят путешествовать. Да. Но путешествует из них. Да, но путешествует из них маленький процент. То есть, даже когда у меня начали появляться возможности, я все равно находил, наверное, что-то более важное, да, ну, как мне казалось, что-то более важное, куда можно потратить деньги. Я знаю историю с Бразилией, да, если я не ошибаюсь, или с Аргентиной. В общем, куда-то туда. Ты отправился буквально там, я не знаю, впритык собрав деньжат, и ты, первое, что ты пошел, куда потратил эти деньги, это на путешествия. Вот. И поэтому мне интересно узнать. Я вижу твой позитив, твою энергетику и все прочее. Вот, что для тебя путешествия, и насколько они сильно тебя развивают, какое ты место им отводишь? Путешествия, это вот, не знаю, вот начнем с того, что сейчас я в путешествии нахожусь. Я еду из Хабаровска, на машине 4200, проехал до Красноярска, и дальше еду в Алмату. Это вот мое маленькое путешествие на 7000 километров. Реально, ты, ну, заметил про Бразилию, это был такой переломный момент, когда я понял, что в жизни возможно все. То есть, я внутри маленький мечтатель. Маленький Андрей мечтал путешествовать, ну, всю жизнь. То есть, у нас мы жили голодно, не то, чтобы мы прям голодали, ну, бедно, как все там в 90-х, в начале 2000-х. И путешествий, как таковых, там, не особо, ну, были деньги. Там, мы там, я помню, один раз на море, в Приморье съездили, на машине тогда. Это было, то есть, типа, родители прям год собирали денег, чтобы съездить, куда-то отдохнуть. Для меня это было просто ничоси, мы в путешествии. Короче, когда у меня только первые деньги появились, мы начали путешествовать. Я первый раз в жизни, когда заработал 100 тысяч рублей за месяц, вот прям календарно, я поехал в Таиланд. Как только я увидел там билеты, я помню, в Японию были, что-то дешевые, что-то 1006 по акции, туда-обратно, с Хабаровской. Это был 13-й год, доллар еще 30 рублей стоил. Я такой, все, едем. Потом нашли билеты за 20 тысяч туда, ну там, обратно на Филиппины, ну по тем деньгам, это тоже 13-й год. Едем. То есть, я всегда тратил деньги на путешествия. В Бразилию я просто мечтал попасть, но это было нереально. Ну, я решил такой, типа, поставь, сделал конкурс ВКонтакте, репостов, выложил фотку своей Тойоты, Тойота Белта, 2006 года выпуска. Сказал, типа, если я до 31-го, подписал декларацию, до 31-го августа не куплю билеты в Бразилию, это был март месяц, то я разыграю свою тачку за репост. Репостов было штук 400, наверное, ну, может, меньше, ну, как бы дофига. Все ждали, что ты не сделаешь. Все, типа, братан, ну все, халя-баля, давай, где моя машинка? Ну, это, тогда я бустанулся, я тогда зарабатывал, наверное, тысяч 50 месяц, и сразу был резкий переход на 100 тысяч в месяц. Ну, то есть, это прям сильный, то есть, вот прям, не просто разово я там 100 тысяч заработал, прям я начал по сотке в месяц где-то откуда-то колотить, вот прям, как минимум. Случился ли у тебя после этого откат? Отката никуда не случился, то есть, мы тогда с путешествия, тогда у меня появилась девушка, нынче моя жена, мы тогда, сумма, которую нужно было сколотить на путешествие, увеличилась x2, потому что надо еще одно лицо ввести сюда. То есть, погоди, когда ты вписывался в декларацию? Я был один. Ты был один. Да, когда это появилась девушка, я думаю, нас двое, соответственно, тогда, когда мы взяли билеты, доллар стоил еще 30 или 35, а когда мы уже ехали в Бразилию, доллар был 60, это было начало 15-го года, мы просто как бичи там по этой Бразилии ходили, нашли столовку там, но при этом, знаешь, мы приехали в Бразилию, походили там неделю, и такие, типа, ну блин, ну прикольно, ну все, все, что можно пройти, прошли. Я билеты смотрю в Аргентину, надо ехать. Беру, распаковываю кредитку, и мы там на кредитные 50 тысяч еще едем там окольными путями на автобусе в Аргентину, заезжаем в Уругвай, и у Аргентины, я мечтал о Бразилии всю жизнь, а Аргентина нам понравилась, с женой больше, чем это Бразилия. И с тех пор мы просто с женой заряжены на путешествия, то есть у нас, как минимум раз в год, мы куда-то выбираемся в новое место, иногда там несколько раз в год получается, ну то есть вот сейчас, я не помню, 25-26 стран я посетил, там где-то я прожил какое-то время, в этом году план, вот я сейчас еду в Казахстан, поучиться, после учебы я хочу, ну сколотить банду, тебе тоже будет предложение небольшое, там мы мужиками в разные места ездим, в Магадан ездили на тачке, в Монголию, по маякам Приморья, в Магадан надо было звать, ну тогда мы не были знакомы, но в общем в этом году есть план, если все сложится по датам, поехать на машине Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, и если получится, Афганистан, в Афган заехать, там как бы американцы ушли, то либо сейчас рулят банкетом, и там нормальная жизнь, первый раз там за много лет никто не стреляет, и там очень много туристов едет, не туристическое направление, но очень круто, типа ты где был? Я в Афгане был. Слушай, ну это прям разрыв мозга, типа талибы рулят банкетом, и там ты в полной безопасности. Ну в общем, я там много на Ютьюбе, есть обзоров, как там путешественники катаются, я такой думаю, ну блин, ну хотя бы на денек, на два там заскочить, посмотреть, ну просто галочку поставить, посмотреть быт, ну я не думаю, что я там что-то супер увижу, но просто прикоснуться к этой культуре, сколько они там, ну не знаю, 50 лет жили, воевали, и тут у них какая-то мирная жизнь началась. Это, конечно, ну надо застать этот момент. Слушай, ну ты жесткий авантюрист, я тебе скажу, особенно когда ты рассказываешь свои кейсы, ну мы приехали в Бразилию, такие посмотрели, осмотрелись, давай в Аргентину, оттуда в Уругвай, я такой представляю, мы такие приехали в Афганистан, такой, слушайте, ну может в Сирию заскочим, в Сомали немножечко, вот там пошумим, да, там сейчас пираты рулят, как бы, и банкетом заправляют, поэтому там мир и спокойствие. Если будем делать отдельный подкаст про путешествия, я готов 3 часа рассказывать все наши путешествия, начиная с этих Бразилии, Аргентины, заканчивая Перу, Индонезии и прочими делами, какая вообще разная планета. Короче, в чем суть, вот к чему я веду. Кругозор, который у тебя растянулся за счет того, что ты много где был, много чего видел, его нельзя ужать обратно. Вот это моя суперсила, то есть я много чего видел, много видел, как там живут, и не как по телевизору говорят, что запад загнивает. Там есть загнивающие элементы, когда ты видишь, что мужики сосутся, ну такое тебе себе. Но когда ты там посмотришь, как вообще люди живут, какие там шоу, шоу, я помню, мы в Португалии были, были в барбершопе, господи, не вспомню название, короче, там Бекхам стрижется периодически. Ну просто вау! То есть у них нету онлайн записи, или нет, есть онлайн записи, но там 10% дороже за предварительную запись. Все по очереди стригут, высокие потолки, ну кайф! Или там мы с ребятами на обучение ездили в Шором, в Голландию, в Роттердам. Да, мечта. Да, то есть мы там закрыли под нас обучение полностью, мы группу там набрали и учились. Обалдеть. Просто это непередаваемо, неописуемо. Ты приезжаешь, у меня даже мастера, которые там, ну типа все время там стригут, ну вот мастер, который 15 минут стрижет, ну там, грубо говоря, и там 20 минут там болтает или какое-то делает имитацию работы, в котором стрижка 45, он оттуда приехал, он такой, ну не знаю, там первый раз опоздал на стрижку, в смысле, ну вот клиент пришел и он ждет, мастер не успел освободиться. Даже он оттуда приехал, заряженный, он там месяц там стриг дольше, чем обычно, какие-то детали там дорабатывал, какие-то свои там фишки по технике, потом все вернулось, но он просто это как-то оптимизировал, ну и делает просто быстрее. 100%, конечно же, это повышает и насмотренность, да, и растягивает, вот как ты говоришь. Интересно, да, вот путешествия, ты, у тебя есть вот такой профессиональный перекос уже, ну то есть в путешествии нужно обязательно сходить в барбершоп, допустим, да, или там ты изучаешь специально карту, да, вот эти местности, что там есть такого, что ты можешь ну вот как раз-таки повысить свою насмотренность и то, что потом привнести в свой бизнес. Стопудово, вот мы сегодня с тобой разговаривали, когда в барбершопе были, что в России очень высокий уровень барбершопов, что буквально по пальцам одной руки пересчитать сильных западных специалистов, которые тут круче, чем наши. За счет того, что большая конкуренция, шопов много открылось, вы 64-й поток в своей школе барберинга делаете, очень большая конкуренция, это трансформировалось в качество. И я, когда за границей бываю в барбершопах, я такой, если там 5-7 лет назад, я такой, вау, барбершоп, нифига себе, тут можно много чего взять. Сейчас приходишь, думаешь, так позорно, столько денег берете. Вон я в Грузии жил полтора месяца в прошлом году. Я был в четырех, наверное, шопах, и только в одном сделали, ну, в целом неплохо, где можно что-то подсмотреть, ну, как бы не позорно. во всех остальных просто полная позоруха, прям, ну, там нечему учиться, нечего брать. В Алма-Ате тоже, я там, вот у меня мастер один в мобилизацию в Алма-Ату уехал, то есть он приехал, он там много, где, в каких шопах был, много чего видел там, и говорит, у нас топ, у нас и мастера топ, и это топ. Я ни в коем случае не говорю за всех, то есть 100% есть ребята в Алма-Ате крутые, 100% в Грузии есть ребята крутые, но общий уровень по больнице сильно ниже, чем у нас, ну, то есть, типа, нету барбершопов, вот даже по дизайну, мы сегодня заходили с тобой вот в тайгу в первую, кайф, он говорит, это дизайнерский элемент, как там элемент декора, там вот эта вот штука с водичкой, кайф, ну, то есть, просто такого и рядышком там нет, там где-то вообще не заморачиваюсь, хотя я там ходил, ну, не по лоукостам, то есть, по дорогим шопам, ну, и качество самих услуг, и, не знаю, я хожу, знаешь, в Турции, что мне понравилось, я был в самой лоховской парикмахерской, ну, то есть, вот она прям, ну, прям позорная, мы пришли, мастер сидит, кальян курит, он там один, пеньюары просто прожженные, засаленные, прокуренные, и мы с другом пошли побриться, с Колей Бахтиным, он, у него в Омске барбершоп и метро, и добро, пошли побриться, попробовать турецкое бритье, он меня там что-то побрил, его побрил, реально бритье топовое, то есть, так меня, ну, ну, очень сложно побрить, то есть, очень мягко, легко, видно, видна моторика, у него угол атаки, оттяжки, все кайф, вот, то есть, он мягко, легко, как будто там, как будто, я не знаю, у меня кожа младенца, она такая вся легкая, гладкая, а не вот это вот все, но при этом, вот, он меня побрил, я сажусь, ну, ждать, когда он побреет Колю, он такой, сейчас, положил его в кресло, такой кальянчик, кальянчик задул, такой, говорит, будешь? Я такой, нет, братан, нет, не буду, ну, сервиса ноль просто, там нечему учиться, в плане, вот, ну, легкости, наверное, вот, с которой он это делал, это было так естественно, что я, я не знаю, это за... В этом же тоже свой вайб есть. Вообще, и очень хочу побывать в Индии, посмотреть на их вот этот, вот, стрижки огнем, или что-нибудь там, подзатыльники, знаешь, где они на картонках стригут, что я был во многих барбершопах, наверное, ну, почти везде, где я был там, в странах, начиная с момента, как был у меня барбершоп, почти везде я был в барбершопах, ну, скажем так, у нас, и у меня в шопах, и у тебя 100% лучше. Слушай, когда ты видишь, да, вот это вот несоответствие уровня, что в тебе, вот, как в предпринимателе, есть ли вот это вот эго, которое, блин, да, мы сейчас сюда зайдем, да, мы сейчас как покажем, да, вот, то есть в Алма-Ате нам нужно открыться, в Грузии открыться, у меня потому что такие мысли посещали. Я больше, честно говоря, прорабатывал, я там встречался, мы там, я в Алма-Ате чуть шоп, ну, не то, чтобы не купил, но мы встречались, предметно общались на стоимость, ну, покупки барбершопа, стоимость мне показалась, ну, завышенной, поэтому я от этой идеи отказался, а так в целом, понятная механика, как это сделать. Сто пудово эти мысли есть, есть амбициозность, есть у меня один из мастеров, один из моих старичков, 7 лет у нас отработал, крутой мастер, супер, запись вперед, уехал в Америку, отсидел там в миграционной тюрьме, там, не знаю, месяца 3-4, сейчас пытается устроиться айтишником, там, три последних года, когда стриг, это я показываю, это стрижки, вот так, да, можно показывать, можно вот так машинку, он учился найти, туда поехал работать айтишником, то есть у него не получилось, ну, то есть у него сейчас процесс оформления документов, это там полгода, и он там где-то в серую устроился в барбершоп работать, говорит, а Андрюха, в смысле денег просто, ну, типа стрижки там стоят космос, люди на эту сумму не стригут, от слова совсем, людей много, стричь никто не умеет, сервиса нет, говорит, вот тут бы шоп открыть, я такой, ну да, слюни потихли, да, слушай, я считал экономику, там, типа 1080 долларов можно открыть шоп, в целом до 20 тысяч долларов можно делать, ну, чистыми, то есть прикинь, ты вкладываешь 8 миллионов по нынешним деньгам, условно двушку, с шопа, на 5 мест, ну ладно, даже если 10 миллионов вкладываешь, ну, это какие-то космические цифры, то есть нереальная рентабельность, как по мне, понятное дело, что там много подводных камней, вот эти вот мои влажные рассуждения, там, что слюни, слюни потекли, 100%, да, 100%, по-любому что-то есть, но, если такая возможность появится, за какие-то адекватные деньги себя в этом деле попробовать, я стопудово попробую, добро должно быть везде, как это звучит, как это звучит, круто, а у тебя? у меня появлялись такие мысли, однозначно, я тоже прорабатывал, на самом деле, я в Грузию смотрел, Алматы смотрел, Таиланд смотрел, но там с этим очень сложно, законам, да, Турцию мы как-то в какой-то момент рассматривали, но то, что ты говоришь, то есть там, ну, конкурировать с местными, и плюс чек очень низкий, ну, типа Турция сильно отпадает, вот, были такие влажные амбиции, но знаешь, я к чему пришел? К фокусировке, то есть, вот, каждый новый, даже город, да, в нашей стране, он какую-то часть фокуса твоего забирает, и сейчас, ну, вместо того, чтобы там, скажем так, распыляться, да, там, по разным направлениям, запускать, охватывать, вот это вот все амбиции, да, свои реализовывать, чтобы везде свое семя, да, посеять, скажем так, я максимально сфокусирован и бью в то, чтобы здесь был супернадежный фундамент, вот, это сейчас, вот, мой, наверное, ближайший вектор на этот год. Согласен, тут есть здравые мысли, спорить вообще не буду, с другой стороны, ну, то есть, я точно так же, ну, как бы думаю, то есть, я по-любому, ну, других бизнесов не запускаю, но это один и тот же бизнес, просто другое направление, если выстраиваете, ну, то есть, все же упирается в любом случае в людей, то есть, это не ты сам ручками открываешь, да, какой-то момент ты там ручками делаешь, но потом, если есть правильные люди, ну, вот как в условной Алмате или вот в Штатах, есть человек, которому я верю, доверяю, который там со мной долго отработал, в которого ты понимаешь, что можно вложить деньги, сделать ставку, и если она сработает, вы оба выиграете, и он выиграет, и ты выиграешь, ну, и других вариантов не вижу, просто учить людей, которые готовы с тобой, ну, как бы двигаться дальше, открывать там новые города, страны и так далее, потому что все, в любом случае мы упремся в людей, вот ты очень круто вначале искал про команду, что типа команда решает там все, и там стопудово так и есть, потому что в одного ты, ну, один филиал поднимешь, ну, два, три, но потом у тебя руки кончатся, ты будешь работать, знаешь, вот это предприниматель, много руки, многонок, я таким долгое время был, типа я, 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 я никому, я всегда говорю, да, никому не отказываюсь, сам все делаю, куча в итоге блесиков, что-то не успеваешь, нервный, работаешь 24 на 7, и в итоге, ничего не растет, да, твоей энергии там много, но типа удовольствия ноль, стресса максимум, ну, и в общем, сейчас все в людей. Тоже же история про эго, да, что немножечко его так снизить, да, где-то даже уронить, и дать возможность людям ошибаться, которые рядом с тобой двигаются. Ты вот сейчас подсветил, и я, у меня сразу в голове всплыло одно имя нашего суперкрутого мастера, который переехал в другой город, и я, пожалуй, ему напишу. Напиши. Офигеть. Очень круто. Слушай, какой момент меня сильно, скажем так, заботит, да, то, что вот я наблюдаю за тем, как ты двигаешься, несмотря на то, что ты подметил, что там у нас результаты где-то выше, я вижу определенные особенности, на которые не рискуют идти многие. В какой-то момент вы поменяли название. Да. Вы были битбро, стали добро. Да. И вы начали расти в сеть, сейчас вы представлены в разных городах. Какие у вас взаимоотношения? Расскажи про это, потому что это не типичная модель, я такого особо не встречал, и мне кажется, это тоже идет из твоей личности, из твоей, наверное, какой-то определенной открытости и доверии к людям. Ну, не только моей, нас там двое, я и Коля Бахтин, Сомска, мы действительно за открытость, за честность, за конструктивный диалог. У нас такое, назовем это братство, та идея, которая закладывалась в основе Big Bro, когда мы туда вступали, и которая потом чуть-чуть потеряла актуальность в связи с тем, что он был продан, ну, то есть, несколько раз он перепродавался, менял собственников. Ну, вот этот вот ген оттуда, знаешь, как будто бы ушел с управляющей компанией, а у нас он остался, поэтому мы оттуда и ушли. У нас такое, добровольное братство, знаешь, есть куча партнеров, у нас есть огороженные правила, мы там, условно, скидываемся деньгами, получаем какой-то бюджет и на этот бюджет гуляем. То есть, все точно так же, как во франшизе, только мы сами решаем, куда тратить деньги. Примерно так. То есть, прям есть дискуссия там какая-то, есть предложение, ну и все. Вот мы каждый месяц там скидываемся, есть базовый платеж 15 тысяч, это там определенный ряд вещей. Есть там еще дополнительные, там можно на SEO скинуться, вот допустим, мы там заказали SEO-шников, то есть, SEO за 6 тысяч там или за 7 тысяч ты нигде не сделаешь. Ну нету таких SEO-специалистов, может быть, какие-то фрилансеры и есть, но их надо поискать. Мы за 70 или за 60 тысяч делаем SEO на все города или за 40, не помню. Ну короче, какая-то там понятная сумма. Мы ее раскидали по городам, сайт-то один, просто странички разные. То есть, мы за счет вот того, что объединились, скинулись, получаем доступ к SEO. Приложение. Приложение стоит 60 что ли тысяч в год или 40, я не помню. Не я плачу, поэтому не владею цифрами. Я в одного бы, наверное, зажилил бы денег на приложение. Всеми городами мы просто с бюджета взяли, скинулись и все. В этом году мы делаем добровик. То есть, тут ходят слухи, что в этом году будет барбервик в этом, спустя сколько, три года отсутствия. Мы в прошлом году такие задачи, барбервика нет. Это было прикольное место объединения. Давай сделаем какой-нибудь свой формат, типа слет наших парикмахерских, но только для своих. Сделаем какой-нибудь добровик, назовем рабочее название. Прикольное название. Да. В этом году, 5-го, 6-го, нет, 6-го, 7-го августа в Омске мы закрываем парикмахерские на лопату и везем там со всех городов, всех в Омск, везем крутых спикеров. Виталий Пименов, ой, господи, Юра Шевелл и кто-то еще. В общем, везем спикеров. Это все, ну, в смысле, сам слет оплачивается с тех денег, которые мы скидываемся. То есть вот мы там заряжаем денег, вот у нас скопилось сейчас бюджет 600 тысяч. Мы на эти 600 тысяч можем снять помещение, пригласить спикеров, привезти туда мастеров, покайфовать. Ну, в смысле, провести обучение, обмен опытом, какой-то движ там навести. Ну, кайф. Обратно мы, кстати, поедем на машине с моими старичками-мастерами с Омска в Хабаровск. Через Красноярск. И мы к вам заедем, да, по-любому. Огонь. Вот как-то так это все выглядит. То есть это такое, знаешь, свободное партнерство, братство нету. Есть какие-то основные правила, ну, как бы базовые, типа, что мы там делаем. Все остальное, каждый волен делать, что он сам хочет. Если есть какой-то запрос, типа, пацаны, вот у меня такая-то проблема, давай поштурмим. Или там, ну, типа, вот раз в месяц у нас планерки проходят, мы созвон делаем, каждый рассказывает, как он делается, делится какими-то успешными кейсами. Я вот там, типа, маркетолога там взял, я вот там взял человека на найм, а вот мы такой-то кейс провели, а вот мы такое-то мероприятие сделали, а вот мы там вот тут запустились. И все, ты просто аккумулируешь ряд кейсов, а люди уже сами решают, ну, и что с ними делать? Пользоваться ими или типа нафиг? Слушай, ты встречал такие модели? Нет. Это, знаешь, идея спара. То есть изначально спар были там несколько продуктовых чуваков, которые магазин продуктов. Для того, чтобы дешевле закупаться, они такие, будем двигаться под одним брендом. Во что это вылилось? У них там тысячи магазинов там по всему миру, ну, и как бы схема работает. Навряд ли мы дорастем до спара. Я кому-то предлагал, ну, вступить в наши ряды. Я помню с Колей Гуляцким. Коля, давай, ты делаешь контору добро, а Кузьму, ну, а мы метро, я буду Коле уговаривать и все, чтобы мы метро переделали на Кузьму. И вот у нас общие два бренда, которые будем качать. Ну, как бы, я его не вовлек, не убедил. Я понимаю, ну, как бы, блин, типа, идея очень прикольная, двигаться очень прикольно. Ну, давай просто общаться, типа. Ну, и с моей стороны, это как бы небольшое такое сумасшествие, сумасшествие, типа. Потому что, ну, они как бы сильно больше, круче, но при этом у нас есть идея, в которую мы реально верим. Я точно знаю, что партнеров будет становиться больше в нашей модели. Мы много кому отказываем, просто потому что они не подходят подряд параметров. Я бы и тебе предложил бы давно бы, но у вас девушки работают. У нас концепция, типа, работают только мужики, только мужики, только хардкор. Поэтому, ну, нету цели, чтобы мы там все работаем, ну, знаешь, чтобы у нас стало много партнеров. Партнеров может быть и столько же. Другой вопрос, чтобы у нас шопов количество росло. Ну и мы сами росли. Слушай, чем вообще этот кейс интересен? То, что он, это некая такая модернизация, видимо, ну, классической истории франшизы. Ну да. То есть, по сути, есть тот же, ну, вот этот роялти, да, не роялти, паушальный, я сейчас смотрю. Общак, общак. Общак, да. Общак, да, скажем так. Но ключевой момент это то, что вы сделали все максимально прозрачным, да, если, допустим, в той же франшизе у тебя есть вот этот обязательный платеж, и ты не знаешь, да, куда он идет, а может, никуда не идет, то тут вы совместно определяете, вот ребятки, у нас там накопился такой определенный банк, а давайте-ка погуляем, да, привезем Виталия Пименова, Юру Шевева, там, и так далее, то есть, а в следующий раз мы можем потратить с вами на сайт, да, и в следующий раз там отправить наших там ребят куда-то, вот, и в этом, в этой концепции, да, наверное, максимальной честности, да, назовем ее так. Ну, стопудово. Глупо у самих себя воровать. Да, и как бы кажется, что это на самом деле беспроигрышный-то вариант, ну, на самом деле, многие вещи коллективно, да, там, при определенном масштабе, что такое мобильное приложение, да, или выкупить первую строчку в 2GIS, например, это же все сильно проще решается. Сто процентов. Слушай, посмотрим, к чему это все придет, то пока что, пока что модель такая, то есть, мы почему не стали, то есть, мне все говорят, нафига, типа, что вы делаете, типа, что за бред, типа, где тут деньги? Ну, это не про деньги, это в смысле про партнерство. Слушай, я верю в эту идею. Это не про партнерство. Если ты хочешь слушать альтернативное мнение, да, я точно верю в эту идею. Я даже тебе предлагаю пойти чуть дальше и не убеждать Николая, да, или меня вступить под один бренд, а сделать, чуть расширить, да, вот эту концепцию, в том плане, что есть вот люди, которые мыслят, да, похожи, да, вот если взять Николая, что это вот прям человек с очень большой, да, глубиной мышления, и очень масштабный, и тот, с которым хотелось бы рядышком двигаться, да. Коля, если ты смотришь этот подкаст, ты лучший. Сто процентов. Без шуток, то есть это без стеба, он кладезь знаний. Да, Николай, он охренительно крутой. Можно объединять близких по духу людей, даже если они из разных брендов. Это моя... Слушай, мы, ну, типа, так двигаемся, то есть там, третий год подряд, вот мы сейчас едем, там, какой-то бандой, там, ребята из Big Bros, Добро, Коля есть, ну, с нами он, наверное, больше никаких, каких-то еще кого-то мы там звали, но не все согласились, то есть типа, мы так периодически взаимодействуем, ездим в отпуск. Куда-то дальше это не вылилось пока что. Может быть, вылез. С Колей мы тоже эту идею рассуждали, и давай просто, ну, типа, как это, коллегия, знаешь, адвокатов раньше было, ну, какое-то, типа, сообщество, то есть типа, вот мы там соберем несколько собственников и будем под каким-то соусом двигаться. Понятного формата пока нет. Может быть, мы когда-то к этому придем. Ну, то есть реально там появятся лишние идеи какие-то, ну, лучшие идеи, или лишние деньги, чтобы всех вовлечь, типа, браться, делаем новый бренд каждому на ребрендинг. Ну, это все пока что из разряда фантазии, обсуждений, и ни до чего конкретного мы пока не пришли. Комьюнити все равно будет расти, и ты большой вклад делаешь за счет записи этого подкаста, потому что есть отдельное барбер-сообщество, это понятная большая аудитория, потому что барбер-шопов, барберов очень много. Барбер-шопов сильно меньше, ну, то есть условно на каждые там 5-7-10 барберов один барбер-шоп. Соответственно, у одного владельца барбер-шопов может быть несколько барбер-шопов. А школ еще меньше. Да, и школ еще меньше. То есть сегодняшняя наша аудитория подкаста, она, ну, как бы сильно меньше, чем в целом ваша целевая аудитория. И это тоже такой, знаешь, кирпичик в то, чтобы комьюнити какое-то создавалось. Слушай, я честно надеюсь, я очень надеюсь, ну, мы прям сильно сейчас заходим в эти подкасты, и я надеюсь, что аудитория, это меньше, да, до поры до времени, короче говоря, что в какой-то момент она перерастет, может быть, даже где-то ту аудиторию, которая ходит, да, в наше заведение. Вот, и что, я думаю, что мы будем финалиться, да, спасибо тебе огромное за эту беседу. Я еще раз хочу сказать, что ты тот человек, с которым общаться можно бесконечно. И, блин, я не могу не затронуть эту историю, как мы познакомились. Ну, давай. Обычно со знакомства начинают, мы закончим. Я украду еще две минуты у нашей аудитории, ты позвонил мне, или написал, по-моему, да, как раз таки, потому что я приезжал во Владивосток, и ты тоже приезжал во Владивосток, мы вместе участвовали в забеге, я тогда бежал 42, а ты, по-моему, половинку, да? Да, двадцатку. Да. И на почве спорта, да, но, слушай, я немножко другой человек, если бы я узнал, что ты там участвуешь, не факт, что я бы тебе написал, понимаешь? Но вот эта открытость, да, это то, что возможно, благодаря чему у тебя добро, это и появилось именно в таком виде, да, не в виде классической франшизы, а в неком таком пересобранном формате. И что меня подкупило, да, вот мы тогда съездили в гости, да, в барби-шоп, то есть ты начал сразу объединять людей, вот это, наверное, твоя определенная суперсила, я тебе за нее очень благодарен, еще раз могу подтвердить, что я учусь, да, вот этим моментом. Ты сразу начал объединять, вот, ты взял еще одного владельца шопа местного, мы сразу поехали на экскурсию, потом поехали кушать, очень открыто делились всеми моментами, да, историями и за кулисьем, то, что происходило, и вот я что могу тебе сказать, единственное, что двигаться так же, да, и я верю точно в твою идею, она 100% будет процветать, поэтому тебе только успехов, спасибо тебе огромное. От души, спасибо, все взаимно. Так, ну, и для нашей аудитории стоит сказать, что это точно не последний наш подкаст, и мы будем развивать это направление, обязательно смотрите все наши предыдущие подкасты, там не мое лицо уже, там лицо Егора, и он очень крутой. Он очень красивый. Он очень красивый, он очень крутой интервьюер, и 100% вы получите большое удовольствие, я периодически пересматриваю наши подкасты, уже Юра Шевелл у нас был, Богдан Бородин, Жиро, и прям это, еще кто-то, в общем, да, еще кто-то очень крутой. Пимин? Да, нет, Виталия еще не был, но Виталия тоже, я уверен, что, да, в планах, и он скоро тоже у нас будет. Вот, друзья, так что не прощаемся, и будем видеться с вами чаще. Спасибо. Все, всем пока ждем хейтовые комментарии, по поводу некоторых тезисов, которые мы обзвучивали. Это поможет подняться видео, но если будут позитивные комментарии, мы тоже не будем отказываться. Это у меня первый опыт, на самом деле, на ютубчике, там что обычно говорят, ты как такой более прошенный ютубер. короче, мы ждем ваши комментарии, колокольчик, подписка, лайк, в общем, огонь. До новых встреч. Все, всем пока, счастливо, спасибо еще раз.